Привет, друзья! Иногда приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда на вполне приличной двери, способной прослужить и порадовать своих хозяев еще не один год, появляются дефекты. Или старая ручка или защелка подлежат замене. И казалось бы, чего тут думать? Подкрашиваем дефект, а взамен старой ручки берем новую и меняем. Но это хорошо, если вы хотите вновь поставить ручку такой же конструкции. А если вам вдруг захотелось вместо нее поставить другую, например, вместо ручки кноп поставить стандартную ручку с узкими боковыми чашками. Вот здесь-то и возникает проблема. Дверные ручки типа кноп имеют широкие боковые декоративные чашки, выступающие вовнутрь, в связи с чем для ее установки в дверном полотне сверлится широкое отверстие. У обычной же ручки боковые чашки гораздо меньшего диаметра. В связи с чем, устанавливая такую ручку вместо ручки кноп, становится понятно, что чашки новой ручки не закрывают отверстия от старой. Выкрутиться в такой ситуации можно несколькими способами. Первый и самый простой способ отбросить идею что-то менять и установить на место старой точно такую же ручку. Ну а если все-таки вы решили установить вместо ручки кноп новую ручку с узкими боковыми чашками, можно пойти двумя путями. Первый вариант это изготовить накладки под новые ручки. Сделать накладки, перекрывающие старое широкое отверстие, можно любой формы. Можно круглые, можно квадратные. А также для изготовления накладок можно использовать различный материал, например металл или панеру. При наличии фрезера накладки можно утопить в дверное полотно и сделать так, чтобы они вообще не выступали. Такой вариант определенно хорош своей надежностью и прочностью нового основания для крепления ручки. Второй вариант это ситуация, когда отверстие практически перекрывается новой ручкой и остались только небольшие незакрытые места. В таком случае можно заделать и задекорировать видимую часть старого отверстия. Для этого я воспользовался обычной монтажной пеной, нанеся ее внутрь отверстия, которое нужно уменьшить. После высыхания пены убираю лишнее, проверяя, чтобы защелка спокойно размещалась на своем месте. После чего шпатлевкой цвета, приближенного к поверхности двери, зашпатлевываю необходимый участок с обеих сторон дверного полотна. Для ускорения процесса использую строительный фен, благодаря которому шпатлевка высыхает сразу же. При необходимости шпаклюю еще раз. После высыхания шпаклевки сшлифовываю лишнюю шпатлевку в уровень с поверхностью дверного полотна. При этом наждачную бумагу использую сперва покрупнее, потом мельче. Далее, подобранный в цвет морилкой, прокрашиваю зашпатлеванный участок так, чтобы захватить матовый ореол, оставшийся от наждачной бумаги вокруг шпаклевки. Дав высохнуть морилке при помощи того же фена, далее покрываю отремонтированное место бесцветным лаком и даю ему высохнуть. После чего отремонтированный участок можно слегка заполировать войлоком. Благодаря этим нехитрым вариантам можно продлить жизнь дверного полотна, заделать различные дефекты и даже установить ручку с меньшим диаметром боковых чашек. На этом все. Не забывайте подписаться на мой канал. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк и всем удачи и до новых встреч!